МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не за горами защиты дипломов и госэкзаменов в вузах. На рынок труда хлынет новая волна специалистов. Везучий случай, если устроишься по своей специальности и будешь подниматься все выше и выше по карьерной лестнице. Записи в трудовой книжке, с набиранием стажа и так далее. Но так бывает абсолютно не всегда, особенно когда нет практики. Почему трудно устроиться на работу уже вчерашним студентам? Как получить работу без опыта и трудовой деятельности? И что необходимо для успешного трудоустройства? Сегодня мы будем разбираться именно с этими вопросами. Здравствуйте. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы его ведущий Роман Полинсков, и я, Виктория Новикова. И далеко ходить не надо. У нас в студии уже есть один такой гость, который все-таки, окончив институт, уже, можно сказать, в руках у него есть дипломы. И, тем не менее, это не дает никакой гарантии, что можно, наверное, найти сразу работу по своей специальности. Итак, это наш гость, студент 4-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Дильяс Искаков. Дильяс, расскажи нам, пожалуйста, свою историю. В общем, я учусь на кафедре прикладной политологии и связи с общественностью, и сфера очень специфичная. И особенно в Казани она не так уж развита, как, например, в крупных городах, более крупных, как, например, Москва или чуть-чуть западнее. Вот. Поэтому, я думаю, не уезжать ли из города? Ну, то есть город мне сам нравится. И хочу здесь найти работу по специальности. Но что делать, пока не знаю. Пробуюсь, пробуюсь, но без опыта работы никуда не принимают. Вот такая вот проблемка. Ну, ты много пытался? Куда ты обращался вообще? В какие компании? Пытался по мере свободного времени, по мере появления его. Потому что есть еще занятость общественной деятельностью. Вот. Если есть время, то я пробую, ищу в интернете в основном. Вот. Вот так вот. Но ты в своей специальности не разочаровался вообще? Нет, я хочу ее применять как-то в своей деятельности. Думаю, может, даже и в хобби. Например, я занимаюсь музыкой. Вот. Ну и по специальности хотелось бы тоже попрактиковаться долгое время. Но не могу найти. Ну, ты больше где себя видишь? В своем любимом хобби музыка или все-таки в пиаре? Если это можно совмещать, то я думаю, это будет очень круто. То есть остаться и в музыке, и заниматься и пиаром своей музыкальной продукции. Почему бы не угнаться в этой части за двумя зайцами? Это будет круто. Ты думаешь, что у тебя получится за двумя зайцами угнаться? Ну, в голове это укладывается, как можно сделать, но... А на практике как реализуешь? Так, сейчас, например, я занимаюсь тематической вечеринкой, называется Лаопати. Пока я занимаюсь и в деревне Усиады на бесплатной основе, но думаю, для горожан тоже это подать. И как раз-таки применяю свои знания по связи с общественностью, чтобы как-то это продвинуть, и чтобы люди знали, что есть такая тематическая вечеринка. Хорошо, что ты занимаешься. То есть этим я занимаюсь, да. Ты этим занимаешься. Но какая была конкретная практика, возможно? Все-таки у тебя за плечами уже 4 года обучения в УЗИ, и все-таки где ты проходил практику по своей специализации? Значит, мы собирались с одногруппниками, нас вызывали, мы помогали организовывать премию Глаголица в театре Экият. Это премия... Ну, может, не говорите, я имею в виду, какой был опыт, возможно, то есть что-то для себя вынес из таких практик. Опыта мало, потому что вот я еще изначально сказала, что именно сфера связи с общественностью специфичная. Можно легче найти практику по журналистике больше, но именно вот по связи с общественностью очень мало здесь именно в Казани. Только-только развивается эта сфера. Хорошо, но я все-таки предлагаю нам сейчас обратиться к нашему эксперту, и у нас сегодня такая с ним будет необычная встреча, он будет с нами на связи по скайпу. Это Наталья Парфенова, ведущий менеджер по маркетингу и пиар такой компании, известной, которая занимается как раз-таки нахождением рекламодателей и размещением резюме HeadHunter. Добрый день, Виктория, добрый день, Роман. Слышно меня, да? Да, Наталья, у вас? Да, вас прекрасно слышно, добрый день. Да, я чуть-чуть только вот Викторию поправлю, не рекламодателей, а работодателей. Работодателей, да. Да, наша площадка, она занимается такой некий посредник, да, можно сказать, это место, где одни люди ищут себе работу, а работодатели ищут себе персонал. А мы вот так связываем эти две стихии, и думаю, что вот наш гость в студии, не знаю, обращался ли он к помощи нашего портала, пытался ли там смотреть себе какие-то вакансии. На самом деле история Дильяс очень распространена, так думают и поступают многие студенты и, наверное, уже через год выпускники. Но вот все, что говорил наш герой, это на самом деле тоже относится к опыту, и неправда, что у него нет опыта. Он уже организует какие-то вечеринки, у него была практика по организации премии Глаголица, и все это можно вписывать в резюме, и все это является опытом. Но здесь я, наверное, бы еще отметила, что многие студенты и специалисты, у которых нет опыта, они не готовы совершать какие-то действия, помогать просто в качестве благотворительности, да, делать это бесплатно. Да, все хотят сразу зарплату. Многим сразу нужна космическая зарплата, но я считаю, что на первом этапе для того, чтобы набраться опыта, можно делать какие-то вещи просто так, чтобы было интересно, чтобы был какой-то результат, и чтобы потом была красивая строчка в резюме, что я был организатором или помогал в организации такого-то мероприятия, такой-то вечеринки, такого-то крутого ивента, события. Наталья, расскажите, пожалуйста, все-таки, какие сейчас профессии более востребованы на рынке труда, и ситуация по России, может быть, немножко отличается от ситуации, которая есть именно у нас в Татарстане, в Казани? Да, Виктория, я могу рассказать, поскольку наш портал является таким интегратором большого количества аналитических данных как со стороны кандидатов, тех людей, кто ищет работу, так и со стороны работодателей. Мы знаем, кто сейчас наиболее востребован на рынке труда, и в то же время знаем обратную сторону медали, знаем, какую работу хотят себе кандидаты и соискатели. Но начать я, наверное, хотела бы с того, что на рынке труда всегда востребованы именно профессионалы, и это не зависит от той сферы, которую выбрал себе человек. Понимаете, можно быть очень талантливым, востребованным музыкантом, но не иметь, скажем так, работы, использовать свои навыки в качестве хобби, а можно быть очень талантливым слесарем и при этом зарабатывать гигантские деньги. Кстати, сейчас рабочие профессии, они вот в тренде. Но если говорить о каких-то тенденциях, да, Виктория, вы спросили про рынок труда и рынок Татарстана, здесь, скорее всего, есть какие-то схожие моменты, есть различия. Ну вот, допустим, сфера IT в последнее время набирает такую популярность, и применительно к Республике Татарстан это очевидно даже в последнее время. Сейчас жутчайший дефицит кадров именно IT-специалистов у нас на рынке. Ну, связано это, наверное, с инновационным развитием, да, с инвестициями в сферу IT, поскольку у нас открывается очень много технопарков, IT-парков, город Иннополис построили и не могут его заселить 20 тысячами айтишников. Вот это та сфера, где кандидат сейчас диктует свои условия работодателю, и на примере многих наших компаний, с которыми мы работаем, мы знаем, что идет практически гонка и хэдхантинг не просто лучших, а даже средних и начинающих IT-специалистов. Вот я бы, может быть, эту сферу отдельно выделила. Ну и инженерно-технические специальности, в отличие от гуманитарных, в последнее время по динамике прироста вакансий, по востребованности со стороны работодателя набирают обороты. То есть сегодня гораздо престижнее и прибыльнее работать, наверное, инженером, выбрать себе какую-то производственную специальность, нежели, ну не знаю, с чем сравнить, с какой-то гуманитарной профессией, скажем, там, филолог или еще что-то. Но тем не менее, Наталья, да, почему-то все равно студенты хотят и идут учиться на гуманитарной профессии. Все-таки все так плачевно, получается, нам нечем их утешить, и вот они выйдут, и они могут оказаться ненужными? Здесь, на самом деле, Виктория, вообще ситуация с двух сторон должна быть рассматриваемой. Со стороны того, какие кадры нужны сейчас рынку труда, и со стороны самого специалиста. Ведь человек, когда принял решение пойти на факультет филологии, он же чем-то руководствовался, не только тем, что он мальчик на факультете, из 20 девочек он будет единственным персонажем мужского пола, да? Здесь же мы говорим еще о вопросах профориентации, о каких-то склонностях, что человеку нравится, к чему у него лежит душа, чем бы он хотел заниматься там всю свою жизнь. Зачастую, когда мы заканчиваем 11 класс, да, мы просто вот все мои друзья пошли в КХТ, и я пойду. А какой факультет, какой там конкурс, наверное, сейчас это не очень важно, потому что вот так за всеми я пойду на общей волне. Мне кажется, здесь нужно уже как-то заранее выбирать свой профессиональный путь, смотреть какие-то тренды на рынке труда, смотреть в ближайшие 5 лет, какие профессии, или даже не профессии, а какие сферы будут очень привлекательными, в каких сферах стоит развиваться. Это будет актуально, скажем, через 5-10 лет, когда человек закончит свою учебу. Ну и не знаю даже здесь, какой совет дать, мне кажется, все зависит от человека. И вот на примере даже героя нашего сегодняшнего, мне кажется, абсолютно какое-то соединение и сферы, которую он выбрал, да, и хобби. И я вообще не вижу препятствий, чтобы соединить эти две истории и как-то получать счастье от жизни, от работы. Мне кажется, все должно получиться. Вот скажите, пожалуйста, Наталья, есть такие ребята, которые практикой абсолютно толком не занимаются, они больше работают на диплом, думая то, что красный диплом поможет им 100%, но есть такие вакансии, которые требуют больше опыта. И вопрос такой, почему вот трудно устроиться именно студентам уже, которые закончили на работу там независимости. Вот есть у него диплом, нет у него диплома, что ему делать в таком случае? Ну, я бы здесь, наверное, поспорила, да, почему трудно устроиться. Я бы не сказала, что трудно. Вот я работаю в сфере рекрутмента уже более семи лет. Я, как только я пришла в эту сферу, да, действительно были проблемы. Работодатели не хотели брать вчерашних студентов с дипломом он или без диплома, красный или синий он у него. Работодатели просто не хотели вкладываться в обучение, в развитие специалиста. Ему нужен был сотрудник, который приносит результат здесь и сейчас. Не было просто времени на то, чтобы вложить какие-то ресурсы в потенциального своего сотрудника. Сейчас же работодатели повернулись лицом, можно сказать, да, к четверокурсникам, пятикурсникам, людям, которые закончили учебу, но при этом не имеют практики. Сегодняшние компании, ну, мы говорим, конечно же, в целом, да, по рынку, там есть какие-то специфические сферы, где человек без опыта просто не может прийти работать, медицина, скажем, да. Но в целом по рынку работодатели сегодня готовы обучать и готовы брать такого молодого и зеленого специалиста, чтобы вырастить его именно для своей компании, да. И для многих компаний, неважно, красный у него диплом, синий диплом. Если рекрутер, человек, который занимается подбором персонала, видит потенциал в этом кандидате, да, вот человек пришел, он рассказывает, что он такой ответственный, может, то ему пока на первых порах важно получать не 50 тысяч, а там он согласен на какую-то начальную заработную плату, но при этом у него есть какие-то карьерные амбиции, он будет стремиться выполнять свою работу не с 9 до 6, а выполнять свою работу до результата. Таких специалистов готовы брать, сегодняшние работодатели, это абсолютный факт. Не стоит просто заранее, да, как-то вот поддаваться вот этому стереотипу, который действовал лет 10 назад, что молодые специалисты никому не нужны, они выходят на рынок с дипломом труда и так еще могут скитаться, пока не сменят профессию или там не переквалифицируются. Нет, сегодня все изменилось, нужно просто как-то проявлять больше, наверное, быть проактивным на рынке труда, искать эти вакансии, и я всегда вот повторяю, что поиск работы – это тоже работа, и нужно подходить к этому процессу максимально ответственно и внимательно, не ждать, что вакансии топ-менеджера в «Газпроме» свалятся просто с неба в один прекрасный день. Нет, нужно самому быть проактивным, искать, стучатся во все двери, и если двери закрыты, то искать вход в окно. Наталья, а когда все-таки стоит вот именно приступать к поиску работы? Вот наверняка, не знаю, на четвертом курсе это уже делать, наверное, поздновато или как? Ну, здесь Виктория тоже зависит от специализаций, да, по которой учится конкретный студент. Могу рассказать на своем опыте. Я тоже выпускник Казанского государственного тогда еще университета, я закончила факультет журналистики и социологии, и просто в эту частную факультет журналистики у нас просто невозможно было не работать. С первого курса все мои одногруппники, они были заняты, кто работал на телевидении, кто-то был внештатным корреспондентом в газете. Ну, просто два раза за год нам нужно было сдавать практику, и если ты не сдал практику, то ты можешь уже не быть студентом Казанского государственного университета. Ну, и тогда, вот уже тогда началась наша трудовая деятельность, и все зависит от того, насколько человек целеустремлен, да, хочет он продолжать развиваться профессионально или не хочет. Но и, кроме того, учебный процесс, вот, например, как на факультете журналистики тоже подталкивает к этому. А если говорить, если это не связано будет, да, с такой профессией, допустим, как журналистика, то я не вижу вообще препятствий, даже если человек учится на дневном отделении, чтобы совмещать работу и учебу. Всегда можно найти какую-то подработку, работать фрилансером, в свободное от работы время, гибкий график. Сейчас столько возможностей, и вот для нашего сегодняшнего героя тоже, кстати, можно совмещать и работу, и учебу, просто подрабатывая на каких-то временных проектах. Поэтому четвертый это курс или, там, пятый курс, неважно, чем раньше, тем лучше. Сейчас я хочу обратиться к нашему еще одному эксперту, это Эльвира Рашидовна Закирова. Добрый день. И первый вопрос. Каким образом сектор организации практики трудоустройств помогает студентам? Наш сектор, как бы, образовался совсем недавно, скажем так. Раньше это было отдельно, значит, отдел, который занимался трудоустройством, и отдел, который занимался практиками. Сейчас это все вместе объединили у нас. Мы сейчас работаем, более так плотно начали работать с работодателями, ищем, связываемся с ними, находим те вакансии, которые у них сейчас есть, открыты, и мы их передаем, все те вакансии, которые есть в институты непосредственно, там есть ответственные сотрудники, которые отвечают за трудоустройство студентов, выпускников, и размещаем их также на нашем сайте, на сайте нашего сектора. Сейчас вот непосредственно у нас проходят дни распределения в институтах, приглашаются работодателя, представители министерств комитетов государственных структур, которые как бы рассказывают о себе и предоставляют те вакансии, которые есть. И также вот у нас 20 апреля будет проходить ярмарка вакансий, будет проходить в втором учебном корпусе, будет уже у нас приглашены больше 20 работодателей, они будут непосредственно там уже представлять свои вакансии, которые у них имеются, и которые ждут наших выпускников, скажем так. Такой вопрос, вспомним, в советское время была такая интересная штука, как распределение. То есть студент на 5 лет уже гарантированно имел в себе рабочее место. Почему сейчас бы не вернуть вот это вот распределение, или уже может поменялся темперамент людей, которые заканчивают вуз? Ну смотрите, вообще как бы сейчас оно тоже есть, скажем так, это целевое обучение. Те студенты, которые идут по целевому договору, они, соответственно, должны будут идти отработать 5 лет, или 3 года у них там, смотря на сколько лет заключен договор. Но таких людей мало. Но таких, да, таких очень мало. А сейчас, как вот нам стало известно, недавно совершенно, что, допустим, Министерство образования Республики Татарстан хочет вернуть это хотя бы по педагогическому направлению. Потому что учителей требуется, и в районах очень много нужны учителей. Математики очень требуются, физики, прямо в тренде. Не хватает тех выпускников, которые заканчивают, допустим, в этом году. То есть у нас выпуск, если физиков, математиков там 20 человек, скажем так, у них вакансий под 80. То есть, пожалуйста. Но, смотрите, в район ехать наши студенты не все хотят. Хотя, скажем так, районы как раз-таки, допустим, если взять то же самое педнаправление, у них гораздо больше возможностей там. Поэтому, мне кажется, стоит попробовать, может быть, и казанским, и не казанским вернуться к себе, и все же продолжить работу там уже, на селе, скажем так, в районах. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы и другие министерства подключились к этому тоже, чтобы вернули, да, действительно, может быть, это нужно. Но, мне кажется, немножко сложно будет с нынешней молодежью это, потому что бросить, допустим, дом и поехать куда-то в неизвестность, мне кажется, это немного сложно сейчас в наше время. Раньше, мне кажется, это было проще. Да, раньше, наверное, хотели покататься по России, ну, по Советскому Союзу территорию было еще больше. Ну, наверное, раньше молодежь была попроще, скажем так. Что интересно? Меньше потребностей было. Что интересно, по мне, так, если, допустим, начать работать где-то в районе, допустим, тем же преподавателем, выучить своих учеников на такой уровень, то, что они будут брать олимпиады, это же и твоя заслуга тоже получается. Естественно. Вот как донести вот это до нынешних? До нынешних? Да. Пользуйтесь таким случаем. Ну, вот чем мы сейчас и занимаемся, скажем так. Ходим как раз с представителем Министерства по днём распределения. Еще хотелось бы, чтобы студенты посещали эти мероприятия непосредственно, потому что приходит очень мало, хотя мы были в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Приехали директора, семь директоров школы Сабинского района. Они готовы были прямо сейчас сесть и увезти туда учителей русского языка и литературы. То есть, ну, как-то вот у нас студенты не особо активно принимают участие в этом. Не все приходят, слишком мало было людей, ну, скажем так. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что рано начали мероприятие проводить, не все проснулись. А может быть, и с тем, что эти ребята и не хотят работать по профессии? Может быть, и это есть. И, скажем так, в Казани специалистов в школах сейчас, ну, как бы, учителя держатся за свои места. Зарплата у них довольно-таки, скажем так, неплохая сейчас, как по рынку труда, если посмотреть. Поэтому, конечно, вакансии, скажем так, гораздо меньше, чем мы выпускаем. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы выпускники уже сейчас не ждать того момента, когда они получат диплом, июля месяца, там, потом отдохнуть и потом только начать поиски. То есть, хотелось бы, чтобы они уже начали делать это сейчас. Елена Рашидна, еще вот такой вот вам вопрос, скорее такой философский. Как вы считаете, можно разрешить вот эту проблему, что большинство ребят идут учиться и потом понимают, что это не их дело, не их профессия, и, к сожалению, работают не по своей специализации, не по своему диплому. Как этого можно избежать будущим нашим абитуриентам? На что нужно обратить внимание действительно при выборе профессии? Так, ну, я думаю, наверное, все же, ну, вот наш университет, допустим, он занимается профориентацией, ездит по школам в Казани. Ну, мне кажется, наверное, будущим абитуриентам нужно посмотреть вообще в целом, как бы, да, на самом деле на рынок труда, какие специальности сейчас востребованы. Начать, наверное, с этого не так, что вот у меня столько баллов, и я только могу пройти, и сдал вот эти-то такие-то три экзамена, и я могу поступить только, допустим, на ту или иную специальность. То есть уже как-то смотреть на будущее немного, смогу ли я потом найти эту работу, той специальности, которую я получил. Наверное, все же нужно посмотреть даже сейчас, тоже на тот же самый сайт, допустим, зайти на Headhunter, на Job.ru, посмотреть, какие специальности требуются, какие вас требованы. Сейчас все это как-то, все равно более, это все открыто, пожалуйста, то есть поинтересоваться у знакомых, у родителей, посоветоваться. То есть не так, что вот действительно пойти туда, вот я по тем трем предметам, которые я сдал, куда бы ни абы пойти. Мне кажется, что изначально воспитанием ребенка надо заниматься, чтобы он ходил на всяческие факультативы, куда только можно, забивал свой график, пока он в школе учится, чтобы он потом точно знал, что он попробовал, что у него не получается, и что у него больше получается. Ну, например, вот я так же делал, пробовал все, что мог, и вот так дошел до музыки, поэтому я теперь хочу этим заниматься. Елена Рашидовна, еще вот такой интересный вопрос по поводу аспирантов, потому что, ну, сейчас такая некая система образования, да, что можно пойти дальше в научную деятельность. Вот как с ними дела обстоят? Потому что, получается, они как и студенты, которые получают, учатся и получают квалификацию, но пока непонятно, где их квалификация может пригодиться. И может ли наш университет, например, предложить аспирантам какие-то дополнительные все-таки рабочие места? Я не знаю, вот как наш университет помогает аспирантам? Есть ли какая-то программа, может быть? Ну, как таковой программы у нас отдельно для аспирантов нет, но я думаю, что они практически все все равно в какой-то более-менее мере они уже работают, скажем так, в университете. Да ну вот нет, от имени аспирантов, которые попросили задать такой вопрос, говорят, что, естественно, это большая проблема, что они учатся, предположим, да, при каких-то кафедрах, но им говорят, слушайте, у нас, извините, нет дополнительных мест, ничем вам помочь не можем. Сейчас действительно ситуация такая, что, сами понимаете, кризис в стране, сокращаются рабочие места, ну, будем надеяться на лучшие, скажем так, что они все же появятся. Ну, можно себя проявлять, я считаю так, что не так, что вот сидишь, учишь, зубришь, как-то себя нужно позиционировать, я думаю, не только, допустим, в нашем же университете. И хотелось бы, конечно, чтобы наши же молодые ученые, они все оставались у нас, естественно, но мы будем работать над этим. Хорошо, вот как раз-таки, может быть, в вашем секторе что-то подобное и появится. Да, конечно. И для аспирантов в том числе. Ребята, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, попробуй на них ответить. Меня зовут Анжея, и я как раз-таки учусь на педагога, и у меня такой вопрос. Все мы хотим, чтобы наша страна развивалась, но мало кто хочет взять на работу неопытного человека. И, естественно, эти люди начинают искать работу за границей, и там делают большие успехи. И, а сюда обратно не хотят возвращаться. Как же развивать, если происходит сейчас утечка мозгов, и надо что-то с этим делать? Ну, мне кажется, сейчас такой утечки тоже не особо она есть. Все же стараются оставлять у нас молодых специалистов. Очень много всяких грантов, поддержки есть молодым специалистам. Поэтому я не думаю, что это сейчас так актуально. И все же, как бы, по некоторым направлениям, в любом случае, поддержка страны, нашего государства и правительства, она все же есть. Поэтому я не думаю, что у нас сейчас такая утечка мозгов за границу происходит. Все же стараются... Нет, действительно, вот правильно сказали, что сейчас молодые специалисты, они все равно, они... Они такие амбициозные, у них много планов, и мне кажется, работодатели все равно стараются их брать сейчас. То есть сейчас нет такого, что... То есть вот я говорю, то есть мы сейчас вот работаем с работодателями очень плотно, и такого... Я бы не сказала, что там каждый второй скажет, а у нас нет, извините, вакансий нет, у нас все закрыто. То есть, пожалуйста, вакансии есть. Но действительно, молодым специалистам немного нужно, наверное, свой пыл умерить, скажем так. Не сказать, не надеяться на то, что вот вы пришли, и вам, пожалуйста, все на блюдочке, золотой каемочкой, и зарплата вам там большая, и все прочее. Надо с чего-то начинать, я думаю, просто немножко с низов, скажем так, и в дальнейшем, да, вверх по карьерной лестнице, действительно. Начинайте с районов, друзья. Мария, пожалуйста, у тебя вопросы есть? Здравствуйте, меня зовут Мария Чагадаева, я студентка Казанского федерального университета, и я бы хотела спросить про вашу организацию. Может, расскажете как-то поподробнее, или даже вкратце, но самое основное. Вот как я закончу университет, и я должна, могу прийти к вам, то есть, и у вас найти какую-то помощь, попросить помощь? Ну как у нас организация? Мы являемся, мы находимся в департаменте образования, у нас сектор организации практик и трудоустройства обучающихся, пожалуйста, мы всегда открыты. Можете адрес назвать, чтобы ребята... Пожалуйста, мы находимся в главном здании нашего Казанского федерального университета, Кремлевска, 18, кабинет 165. Пожалуйста, вы можете к нам прийти в любое время, на сайте есть все контакты, можете к нам обратиться. Вакансии мы туда выставляем, как только к нам какие-то работодатели обращаются, мы выставляем туда все наши вакансии, которые имеются. Чем можем, мы помогаем всем нашим студентам и по практикам, и по трудоустройству, соответственно. Понятно, спасибо. То есть, мы сейчас уже можем посмотреть, какие у вас есть вакансии, да? Да, вот я говорю, то есть, я вам еще раз говорю, то есть, 20 апреля у нас будет проходить ярмарка вакансий во втором учебном корпусе. С начала в 10 часов дополнительно мы еще эту всю информацию разошлем по всем институтам, постараемся оповестить всех студентов, вывесим на сайте нашу информацию. Пожалуйста, приходите, может быть, вы там как раз найдете свое первое место работы, скажем, может быть, и не первое уже к тому времени. Пожалуйста. Спасибо. И, ребят, мне как раз интересно, расскажите немножко о каждой своем опыте, где вы работали, или получилось ли у вас уже, пока вы еще все-таки студенты, работать по своей специализации? Или все-таки вы рассматриваете это только как дополнительный заработок, я не знаю, ну, не связан с вашей профессией? Нам нужно рассказать только о работе, которая связана с нашей профессией. Нет, нет, любая работа, про ваш опыт. Вообще опыт какой у вас? Да, какой у вас был опыт? Опыт. Опыт работы был только разве что. Я занимаюсь вокалом, и я пою на разных, так скажем, мероприятиях, корпоративах. Но это не связано с моей профессией будущей, и, то есть, это мое хобби, это мой интерес, и мне такая работа нравится. Зачем тогда дальше преподавать? Может быть, так и останешься? Ну, просто нужно высшее образование. Ну, возможно, я потом буду работать и по своей специальности, это просто как дополнительный заработок, так скажем. Вот. А высшее образование все равно нужно. И моя специальность в будущем мне тоже уже сейчас нравится. Спасибо. Я учусь в институте экологии и природопользования, учусь на эколога, и на третьем курсе, в конце третьего курса у нас проводилась производственная практика, которую я прошла успешно, месяц она проходила. И я проходила в центре аналитической лаборатории при Министерстве экологии и природных ресурсов. И так получилось, что мне там безумно понравилась работа, специфика вся, то есть, мне было очень интересно. И сейчас, то есть, я сейчас уже учусь на четвертом курсе, мне позвонили оттуда и пригласили работать. Получается, сразу после Нового года мне позвонили и сказали, что нам понравилось, как ты работала, освободилось место, вакансия есть, приходи к нам. У нас есть на полставки и на полную ставку работа. Я долго думала, как же быть, потому что у меня есть пары, я не могу их пропускать. Но так же хочется и работать. Я долго думала, я позвонила им и сказала, что я согласна, но на полставки. Мне сказали, извините, но у нас тут очень много ребят, которые работают на полставки, а кто же будет работать после обеда? Я, к сожалению, подумала, да, действительно, наверное, сейчас не стоит мне бросать учебу ради работы и лучше подождать, пока я получу диплом и уже попытаться после этого к ним устроиться. Но, думаю, я уже пропустила свой шанс. Пустила. Сначала действительно так все красиво рассказала. Я так думаю, вот он, вот он, пример того, что мы пожелаем всем остальным. Это не законченный пример. В конце по-любому будет хэппи-энд. Да, думаю так. Спасибо. Меня зовут Вячеслав, я учусь на факультете журналистики СФН. Первый курс. До поступления я три года работал на городском телеканале корреспондентом, когда оператором. То есть я, наверное, один из тех, кто поступил по своему желанию и, наверное, мечта, цель была. И сейчас, несмотря на то, что я работаю не в сфере телевидения, я сейчас в печатной журналистике, не знаю, все равно вот работаю по своей будущей профессии. Молодец, хороший пример. Еще, пожалуйста. Меня зовут Альберт. То есть я так же, как и мой коллега, я учусь на эколога. И в прошлом году я, получается, проходил практику в Сибири, в заповеднике. То есть я проводил разного рода анализы. Мне довольно-таки понравилось там работать, хоть и это было далеко. Это было за несколько тысяч километров от дома. Но мне вот позвонили. Я так же собираюсь, получается, после своей учебы поехать туда, на то место, где я работал. В Сибирь. Какой молодец. И продолжать работу именно в том месте, где я проходил практику. То есть мне понравилось. Меня радушно все приняли. Меня так же позвали туда. Сказали, ну, нам нужен такой сотрудник, как ты. Замечательно. Я очень рада, что в студии есть такие ребята, кто показывает хороший пример всем остальным, да, что прохождение практики и дает свои результаты в будущем. И то, что они поступили на ту профессию, которую они любят и которой они будут заниматься после окончания урситета, после диплома. Надеюсь, что среди зрителей тоже есть такие ребята. И все-таки давайте не будем забывать, что работа, я считаю, это самое важное, что у нас есть в жизни. Это треть нашей жизни, которую мы проводим на рабочем месте. Вот. Хотелось бы, чтобы всем она доставляла большое удовольствие. Ну, и на этом можно сказать все. Вика сказала такие шикарные слова. Вике тоже пожелаем удачи, потому что четвертый курс. Надеемся, что ты останешься именно в той сфере, где ты сейчас работаешь. Большое спасибо вам, друзья, за то, что пришли. Большое спасибо тебе, Дилия, за то, что ты рассказала свою животрепещущую историю. И мы надеемся, что твои успехи как-нибудь отразятся на нашем обществе. На этом все. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Для вас это программа ввели Роман Плинсков и Виктория Новикова. Увидимся. До свидания. Удачи вам. Роман Плинсков